Татьяна объединила вокруг своего бизнеса всю семью. Сегодня ей помогает муж и старшая дочь. Настя не по годам трудолюбивый и ответственный человек. Да, я помогаю и как бы в основном уже сейчас стала взрослее и больше стала понимать, что помогаю маме и как бы больше стала этому уделять времени. Поняла, что гулять это потом, а сейчас надо помочь маме. Воспитывает Татьяна своих детей по тому же принципу, что когда-то и бабушка, кто не работает, тот не ест. Принцип справедливый, но покажется ли он современным мамам допустимым. А вот Пелагея Михайловна Паршина, простая крестьянка, знала точно, что труд вообще определяет все хорошее в жизни человека. Это заслуга моей бабушки. Она меня научила трудиться, она меня приучила к сельхозтруду. И я ни капельки не сожалею, что работаю в сельском хозяйстве. Я много работала и в торговле, и парикмахером работала. Но вот сельская работа, она дает ощущение удовлетворенности своей работы, дает результат, тот, который радует. Именно благодаря своему нелегкому, но любимому делу Татьяна встретила своего суженого на дороге. Началась по делу, автомобильная пробка остановила на пути к работе и Андрея на грузовике. Андрей попросил телефончик у обладательницы Васильковых глаз. И у Андрея, и у Татьяны уже были старшие дети. Они скромно расписались без пышных свадеб, и теперь это большая дружная семья. Забота-то добавила, но шаг к своей заветной мечте Татьяна все же сделала. Получила диплом юриста и ребенка родила, как и обещала мужу. Уже расставив все приоритеты, поняла, что ферма, семья уже как бы дороже моей мечты работать в суде. А ведь совсем недавно она, высокая и стройная красотка, мечтала стать моделью и училась в модельном агентстве «Лияр» в Краснодаре. Для наряда понадобились страусиные перья. Поехала за ними на страусиную ферму. Был процесс инкубации, то есть когда страусята уже из яйца вылуплялись. Один страусинок вылупился с деформированной ногой, ну и работники фермы сказали на выброс, то есть собакам. А у меня как-то вот прям все внутри перенулось. Я говорю, подарите мне его, не надо его собакам. И вот они мне его подарили. Я его выходила. Получился огромный красивый страус, самец. Петруша вырос на бабушкином подворье в огромного страуса. Нашли ему пару. Из первых 30 яиц вывелись в старом холодильнике, переделанном под инкубатор страусята. Люди приходили поглазить со всей Новотитровской. Так родилась идея фермы, где сегодня туристам, кроме омлета из огромных страусиных яиц, предлагают... Страусбургеры. Страусбургеры. Сами придумали? Сами придумали, да. И пользуется она большим спросом, да? Очень, да. Пользуются спросом, потому что это все-таки настоящее экологически чистое мясо. Выращенные страусы уже это наши, анапские. И в наше время вообще котлета из мяса – это круто. Да, да, да. Круто и то, что дети Татьяны, имея в своем арсенале все, чего хочется современным детям, от айпеда с планшетом до желанных нарядов, зарабатывают на такие приобретения сами. Косят траву страусом, возятся с малышами, изготавливают и продают сувениры. Являясь настоящей королевой красоты, Татьяна Семенихина лучше себя чувствует успешной женой, мамой и бизнес-леди. Она, как золотая рыбка, исполняет многие желания своей семьи. В этом году на сельскохозяйственной краевой выставке ее ферма, в которую уже раз в своем кластере, вновь заняла призовое место.